Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня коррекция гель-лаком, маникюр-безопасной фрезой и стильный дизайн из старых наклеек. Интересно? Тогда оставайтесь со мной! Этим ногтям три недели. История этих ногтей такая. Мы поменяли форму с некрасивого короткого овала в короткий квадрат. На следующую коррекцию клиентка захотела снова овал, но подлиннее. И вот она сейчас ко мне пришла с отросшим овалом. И как вы думаете, какая форма будет у нас сейчас? Конечно же, захотелось снова квадрат. Вот такое непостоянство у клиентов встречается чаще всего. Поэтому я сразу беру фрезу и срезаю длину ногтей. Чтобы сделать квадрат с овала, нужно прилично пожертвовать длиной. Клиентка у меня была на это готова, но обычно я предупреждаю об этом. И конечно же, нужно снять цвет не только до базы, но и базовый слой скорректировать с переходом на новую длину и форму. Чтобы не получился толстый торец и бока. Пилочкой подравниваем длину ногтей. А сам маникюр хочу выполнить безопасной фрезой. Я чуть ранее ее заказывала на М-косметика на реберное без напыления. Использовать я ее хочу именно на этих руках. Ведь ногти здесь растут слегка вверх. И при проработке фрезой в глубине максимальной складки происходит давление на корень вверх растущего ногтя. И получаются легкие пропилы. Поэтому здесь я берусь за безопасную фрезу. Но у нее есть и минусы. Подробнее я рассказывала вот в этом видео. Минус в том, что она не прорабатывает боковые валики. В отличие от фрезы пламя. Но в избежании пропилов лучше лишний раз сменить насадку. Работает эта безопасная фреза на 20 тысячах оборотах. При этом счищает налепший птериги, но не царапает ноготь. Если посмотреть поближе, то после прохождения фрезы он остается с натуральным здоровым блеском. По ногтю ей удобно работать движениями туда-обратно. А вот в боковую пазуху спускаться нет смысла. Там она бесполезна. Именно поэтому я сейчас срезаю кутикулу ножничками и берусь за обычную фрезу пламя. Ее я дочищаю боковые пазухи и валики. Наш маникюр готов. Он чистый и самое главное безопасный. В предыдущие разы, когда я не применяла безопасную фрезу, от маникюра оставались следы на ногте. По форме повторяющей изгиб кутикулы. Чтобы такого больше не повторялось, я и решила именно на этих ручках использовать безопасную фрезу. Посмотрим на результат. На эту фрезу ножнички и алмазное пламя ссылки будут в описании под видео. А сейчас у нас покрытие. После обезжиривания праймера я наношу базу выравнивающим слоем. Базу можно переворачивать вместе с пальчиком несколько раз перед лампой. Если вы долго дорабатывали недостатки, например, тогда она не утечет на бока и кутикулу. Два цвета, которые я буду использовать от Масура. Одни из самых бюджетных гель-лаков, не самые послушные, но нам подошел вот этот горчично-желтый цвет. А розовый я нанесу в один слой, как фон под дизайн. Если есть камуфляжная база, можно нанести и ее, но я не вспомнила про нее вовремя. На имкосметик сейчас проходит как раз таки акция на гель-лаки, базы, топы фирмы Масура или Масу Масу. При покупке двух, третий вы получаете в подарок. Подробности акции вы увидите, перейдя по ссылке, которая находится внизу под видео. Розовый цвет я нанесла на два ногти, на безымянный и на большой, а остальные ногти покрываю горчично-желтым в два слоя с промежуточной просушкой. Теперь снова к дизайну. Нужна белая полоска гель-лака для фона под слайдер. Слайдеры всегда практически продаются на белой основе. Это значит, что если вы хотите получить такой же яркий эффект, как видите и на подложке, то также и на ноготь нужно его укладывать на белую подложку. Просушили белую полосу гель-лака в лампе и теперь наносим слайдер. Не исключено, что этого орнамента уже нет в продаже, потому что он приобретался мною года 4-5 назад и валялся без дела, пока я не нашла его случайно. Вырезаю его и укладываю на тонкий слой базы или топа для скольжения. Сейчас ведь животный принт это тренд 2019 года и этот слайдер оказался мне как нельзя кстати. А чтобы наклейки не выглядели колхозно, примените их в сочетании с геометрией, подрезая их не на весь ноготь, а только на его часть, а также добавить к нему ненавязчивую прорисовку. Получится очень стильно и по-новому это однозначно. Закрепили наши полосы, просушили, запечатываем их финишем. Я и базу и топ использовала от Уна. Ну и все ногти, которые без дизайна, тоже уже покрываем заодно топом. Теперь когда дизайн гладкий и выровненный, можно выполнить по нему прорисовку. Конечно же черной гель пасты, у меня она от TNL. Вообще, имея в арсенале черную и белую гель краску или гель пасты, вы всегда сможете выполнить множество дизайнов. А вот цветные гель краски уже зачастую лежат без дела. Рисуют уже все гель лаками. Я добавила геометрии, теперь и еще надписи. Эти надписи от Monomi розовое золото. Это свежие наклейки у меня. Недавно приехали ко мне с Мкосметик, и я сразу их начала вырезать, но потом до меня дошло, что они просто отклеиваются от основы. Они отлично прилипают на изгиб ногтя и дополняют наш дизайн. В итоге мы получили современный классный стильный дизайн без усилий или умения рисовать. Более того, с этим животным принтом мы еще и в тренде. Этот дизайн мы перекроем матовым топом, но это уже по желанию. Редактор субтитров А.Семкин Нам с клиенткой очень нравится, это именно то, чего хотелось сейчас весной. А я вам предлагаю поставить лайк этому видео, сохраняйте его себе на стену, нажав поделиться с друзьями. Всем спасибо за просмотр, желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok